Винтовка История Мертвеца появилась в игре на этой неделе. Позавчера стартанул неожиданный секретный квест, который точно нам запомнится своей атмосферностью и нетипичностью для Destiny. Я, честно говоря, до сих пор под впечатлением. А вот запомнится ли нам сама награда за квест, то есть экзотическая винтовка, постараемся ответить на этот вопрос в этом видео. Поделюсь своими впечатлениями, дам пару цифр и порассуждаю о том, где новый экзот может пригодиться, но сначала пара слов от спонсора этого видео. Страж. Если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. На сайте появились новые экзоты, квесты и поручения. Новинок много, а цены снизились. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Всё можешь проверить сам, а по коду TRIPLE VIBE действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получи ответ. Во-первых, винтовка истории мертвеца это новый шедевр производителя оружия техмеханика. Я влюблен в пушки этого производителя еще с первой части, как только появился револьвер последнее слово. Оружием этой фабрики нас балуют не часто, есть еще компаньон, геккельбери и старатель. Так что как только в игру попадает новое оружие от техмеханики, я сразу мчу его получать. Это одни из самых красивых пушек. Change my mind. Я не так давно в одном из видео жаловался, что винтовки разведчика, они же скаутки, не получают достаточного бафа для того, чтобы с ними можно было играть в ПВЕ. А уж тем более и в ПВП. И вот, в тот же день вышел этот экзот. Совпадение? Не думаю. Спасибо, Банжи, что слушаете. Я видел заголовки в духе «Лучшая винтовка разведчика в истории Дестине», но как-то не верилось. И вот уделил я ей немного времени и должен признать, что да, в текущей песочнице эта скаутка одна из лучших. Вернее, лучше, безоговорочно. Экзотический перк «Корональный шип» даёт бонус к урону за серию прицельных попаданий, а также увеличит скорость перезарядки. Максимальный эффект от бонуса к урону может накапливаться до пяти раз, после чего вы услышите звуковой сигнал с далёкого запада. Ну круто же! При максимально накопленном бонусе баф к урону составит 39%, то есть вырастет с такой цифры до вот такой. Базовый ДПС составит более 15 тысяч урона, учитывая то, что это просто винтовка на белых патронах, очень и очень неплохо. Лучший урон в своём классе. В ПВП базовый урон в голову составит 81 единицу, а при накопленных четырёх стаках вы уже будете щёлкать Стражей за два выстрела. Ну а из набравшего такую популярность в этом сезоне усиливающего рифта Варлока, даже при нулевом бафе Страж будет отлетать за два попадания в голову, даже при 10 единицах стойкости. Да, скорострельность в винтовке 120 выстрелов, но это не то же самое, что и револьверы 120, которые сейчас в мете. В любом случае, обращение с револьвером будет удобнее, чем с длинноствольной винтовкой. И на самом деле это единственный такой минус нового экзота в ПВП, на который непосредственно игрок повлиять не может. В текущей мете, какой бы хорошей скаутка ни была, 120 рпм револьверы просто не дадут ей продохнуть. Особенно это касается состязательных режимов, вроде Асириса или Выживания. Ну и раз уж заговорили, пара небольших минусов, к которым можно адаптироваться, но которые могут отпугнуть от использования винтовки в первые минуты. Во-первых, прицел. Тут стандартная мушка, никакой оптики, никаких коллиматоров. Просто рисочка. Целиться с таким оружием в динамике довольно сложно. Нужно ли говорить, что о стрельбе в прыжке можно и вовсе забыть? Но проблему частично решает высокий магнетизм пуль при стрельбе от бедра, да и в целом хороший параметр аим-ассиста. Второй каплей дегтя можно назвать перезарядку. Как тут нет оптического прицела, так тут и нет вместительного магазина. Вернее, винтовка, конечно, вмещает в себя 14 патронов. Но только заряжать их нужно по одному, точнее по два. На экзоте есть скрытый перк двойной заряжатель. Для ускорения перезарядки работает основной перк, как мы помним, и его бонус составит порядка 10%. Но чтобы от него никак не зависеть, я бы советовал разблокировать в вашем сезонном артефакте мод на перезарядку винтовки разведчика и установить его в перчатке. С ним пользоваться ружьем будет куда комфортнее. И еще немаловажной особенностью оружия стало то, что на нем, как и на Хоукмуне, можно ролить перки. Для того, чтобы это сделать, вам нужно перепроходить миссию предвестия повторно. Набор перков тут меняется во всех колонках, а не только в третьей, как может показаться по первому экземпляру винтовки. Что из перков будет полезным? По моему мнению, лучшими перками станут зауженный ствол, рикошетные патроны и изгой, или стрижающее оружие в третий слот. Из прикладов мне больше нравится доработанный. Но нравится мне он по циферкам на сайте, а вот на практике, будет ли он хоть как-то влиять на игру, я не уверен. Изгои сработает как доп-бонус к скорости перезарядки, и залечит это слабое место, а стрижающее оружие и по боссам урон увеличит, и по стражам в ульте в пвп будет полезен. Так что и без того универсальный винчестер сделает еще более крутым. Не стоит забывать, что к винтовке полагается еще и катализатор, который пока что получить нельзя. Почти наверняка он появится в героической версии миссии предвестия, которая стартует на одной из следующих недель сезона. Я конечно сделаю отдельное видео про каталик, и расскажу на что он повлиял, или не повлиял, но сейчас в базе указано, что катализатор увеличит скорострельность винтовки при стрельбе от бедра и слегка улучшит и без того отличную стабильность. Так что да. Какой бы дикой не казалась идея играть с почти раритетной такой винтажной винтовкой в космический шутер, дайте экзоту шанс. Он сможет вас удивить и в пвп, и в пве. Конечно, не в хардкорных режимах, повторюсь, не в Асирисе или не в рейде, но в остальном, даже в сумрачный налет, она вполне себе гордо может зайти. Так что 8 из 10, как говорится, получайте и радуйтесь. Спасибо за просмотр, ставь лайк, будь на связи, удачи!